друзья всем привет сегодня вторая часть моего рассказа про моих деток вот этот горшок сразу хочу сказать что этот горшок он стоял на кухне и поэтому вот эти к точечки на листьях на налете это повреждение налета связанная с тем что испарение которые существуют на кухне в процессе жарки парки вот эти испарения из воздуха седают на растение вот такая участь постигает все растения с налетом который находится на кухне так поехали это вот с краю хеверия гавойда с мария это деткой от корейки я ее покупала в самой первую в самую первую свою закупку корейских растений и эта розетка у меня успешно сгнила и вот эта детка уже от листа причем тут какая-то 2 еще от розеточкой лезет но это уже вот от этой эту розетку я оставлю себе потому что я изначально заказывала себе но она у меня погибла так вот эту мадам не знаю кто это это не гравтоверия полина однозначно кто это я не знаю на кого похож у кого есть подобное растение подскажите мне варианты девочки если кто-то находит сходство вот этой детки своим так вот это вот куртинка это не крест от это просто многоголовая детка это по всей видимости но трудно очень сказать по такой малышке но я так думаю что это эхиверия мобина это эхиверия bluebird это эхиверия рубидона это bluebird и это валентина тут вот у нее в листе перлит не буду сейчас вынимать левой рукой потому что левая у меня не рабочие и сейчас я ее просто-напросто порежу налет на ней в общем пусть этот перлит полежит дальше вот смотрите как растение заполоняет собой место занимает их отхватывает отнимает все больше и больше пространства у других розеток и как забивает просто своей массой рядом растущие растения вот рядом с этой валентинкой эхиверия купит она уже наклонилась в сторону и такая прям чах ленькая дохленькая но валентинка прет и все и нипочем так вот эти сиреневые я так думаю предполагаю что это верия крем-ти возможно и нет в общем пока их продажи нет я не знаю что это за растение как подрастут побольше станет ясно что это такое вот это тоже не знаю короче вот из этого горшка и многих не знаю невозможно их вот так определить не могу предположить даже кто это вот это вот оранжевенькая рыженькая звездочка центре не знаю кто это так это зеленая с красными кончиками с розовыми это мобина это вот сапсисилис тут купидоны вокруг это седом до сифилиум такой маханьки мимишненький это титу банс и вот в углу в этом головастики это эхиверия такого зелено-серого оттенка эхиверия пэблс так это по моему вот красненькая ну да сто процентов она сейчас только осталось вспомнить как ее зовут короче не вспомнила вставлю посмотрю у меня есть название и посмотрю посмотрю и вставлю название рядышком вот она эхиверия верона это самая маленькая верона наверное всех какие есть я видела сегодня в других горшках вероны побольше но верона конечно шикарное растение обожаю ее во первых потому что она полидонисовая во вторых потому что она просто красивая ну вот могу дотянуться только так вот красная туда в самый угол красная это сейчас верона красота правда не знаю как приблизить но вставлю фотку получше она будет видно ну шикарная причем она меняет оттенки в зависимости от освещения на бывает и оранжевая на бывает и какой-то оливково-зеленая на бывает и вот красной какой-то бордовый но вообще не так наверное конечно растение не самое главное что она не тянется так что у нас дальше 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 ну все вроде тут я наверное всех быстренько описала да наверное всех едем на вот эту еще я не описывала но я кстати даже не знаю кто это такая эту детку не поверите я покупала года наверное полтора назад с какими-то растениями девушка тоже не знала как ее зовут и общем так предположительно она была куспидата но это не куспидата однозначно куспидата на розовые а это вот такого плана постоянно и этим было две детки одна не знаю куда делась даже не помню и эти детки росли у меня в садике с красулами были забиты и забиты и вытянутой вытянутой и начала на набирать массу только тогда когда ее пересадила вот в этот горшок это месяца два назад вот за два месяца это бедная страдалица так неплохо стала выглядеть и стала вполне такой интересненькой кто знает подскажите мне название ну в принципе можно найти название в интернете но если у кого-то есть подобное напишите пожалуйста чтобы я сравнила но это не чихуаху энзис это не pink tips это не куспидата это не зарагоза вот кто это остается пока для меня неразгаданной загадкой такой прошлом видео в первой части хотела показать и пропустила вот это детки растут от цветоноса это цветоноса хеверия пульвината оливер пуф оливер вот она у нее кстати сейчас вот еще один цветонос есть вот этот слева не крайний этот от милака цветоноса а вот у этой розетки вот он цветонос даже он там по моему двойной в общем как он станет побольше я наверное отпилю их и точно так же куреню если получится вообще я не укореняю цветоноса потому что они нам занимают достаточно много места у меня его нет этого места ну вот деточка успешно развилась на стволе даже тут наверное три штучки ну пока они крошечные и отделять их еще рано но все равно вот вы знаете работает посадка цветоносов но не каждый цветонос принимается по крайней мере у меня вот я еще отделяла у хеверии трампит пинки отделяла цветоносы но не знаю будут они жить или нет посадила детей там пока нет но хоть бы пока корни дали в землю а деток то уже потом после корней наверное дадут так следующий садик но здесь садик напополам то есть часть растений пока они не продаются вот лау я однозначно вот эту детку оставляю себе вторую потому что она уже у меня достаточно большая растет она у меня где-то наверное в общем с того момента можно посмотреть на видео когда я показывала как рассыпалась моя их верила у это вот детка из листа той розетки которая рассыпалась газета по моему я еще одну видела одну я отсылала в израиль вот посылка в израиль хочу сказать о дальности посылках посылок посылка в израиль шла очень долго что я только не делала как я только не боролась я и писала вот может быть кому-то смешно будет но просто знаете обидно за растение обидно за человека который заказал эти растения и обидно за то что человек платит деньги за доставку непонятно за что то есть вот по дням если посчитать посылка в израиль шла 49 дней представляете 49 дней что там пришло кстати погибших там было наверное две штучки иришечка сколько там было погибших напишите мне пожалуйста я не помню но в основном все детки пришли нормальный ну как нормально живые но они были все вытянуты и вот среди них была вот это их и верила у маленькая детка которая выжила и которая сохранила свою форму и в общем в первозданном виде как было отправлено такое на и доехала уникально конечно вот а если говорить еще о дальности посылок то одним неудачным было случаем пересылка в киргизию светлана если вы меня слышите я до сих пор помню ваши растения как мне их жалко невозможно и обидно за вас и обидно за растение потому что потому что вот случилось такое то есть у светланы пришли все растения сгнившие посылка в киргизию шла тоже больше месяца около 40 дней и не знаю выжил или нет один пахифитум яйценосный причем женщина заказывала очень такие крупные экземпляры большие растения специально для того чтобы сделать из них бонсаи пахифитума кстати очень послушная в этом плане и вот один пахифитум наверное единственный может быть выжила может быть уже не выжил не знаю светлана если вы меня слышите напишите выжил пахифитум или не выжил обидно вот не знаешь как работает почта то есть на дальнее расстояние вот такие риски за границу почта россии работает отвратительно причем я писала и заявление на розыск я писала даже не поверить из рубрики вы не поверите я писала на сайт президента жалобой на почту россии что почта россии не выполняет своих условий что она не выполняет свои обязательства что она халатно относится к имуществу граждан и вот после этого моего обращения посылка в киргизию нашлась потом мне пришлось найти написать еще одно обращение на сайт президента и после этого обращения нашлась вторая посылка то есть вот взяла и и вы стала отправленной а так она лежала и там не не знаю валялась где и на горячей линии никто не говорил я эту горячую линию просто обзванивала ежедневно по несколько раз в день то есть эти посылки дались мне нервов ну вот одна плачевно закончилась посылка ну а вот посылка в израиль конечно они сейчас растения на реабилитации ну надеюсь что они примутся потому что климат израильский он позволяет выходить кого угодно и вот лау вот эту я оставляю себе пока дальше детка эхиверия сейчас сейчас эхиверия да боже как же ее зовут эхиверия симуланс лагуна санчес это вот прикольная детка видите ряд такой многоголовый пять голов здесь раз два три четыре и вот тут маленькая 5 под листвой грабтоверия титубанс прикольно растет вообще таким букетиком будет а как известно титубанс они головастенькие вот эти головы потом будут каждая отдельно как знаете как букет из роз из 5 вообще классная детка в общем здесь у меня такие уникальные детки отсажены это эхиверия bluebird я так понимаю что она крестатная это тоже детка не продается у меня такое появилось впервые поэтому она однозначно моя так это колон хойки вот уже маханьки такие у них уже деточки прикольные колон хойки гримона так это эхиверия шавиана стректифлора но эту детку можно продать у меня есть такое взрослое растение вот она уже такое шикарное большая такая розетка классная это детка тоже эхиверия шавиана стректифлора балерина варегата вот она на это растение это растение это розетка я рассказывала вам про ее стрессанутость ну вот у нее начали уже расти там нормальные здоровые листья так посыпались листья телефоном за дело в общем короче так это ее детка растение очень редкая ну по крайней мере в россии это растение очень редкая да я вам однозначно говорю так ну в этом горшке а вот еще крестатка какая-то вот эта креста . у меня кстати вот в этом году прям что-то такое произошло с ними что они начали крестатиться вот одна крестатка и вот из листа тоже не знаю из какого листа появились тоже вот крестатки представляете вот такой мимишный горшочек ну вот из этого горшка как я уже сказала лау и bluebird крестатная они не продаются остальные в продаже так следующий горшочек маленький но удаленький вот какой-то сухой лист так тут у нас значит хеверия трампит пинки она не продается потому что я не знаю как еще поведут детки себя на материнском растение которое я рассказывала у меня разделилась потеряла точки роста в общем от него сейчас практически ничего не осталось там детки есть но вот эту я отсажу себе в скором времени в отдельный горшок поэтому пока в продаже ее нет продажи будут трампит пинки детки если выживут вырастут от материнского растения которое у меня растет другом горшке так это не урочка это тоже не урочка такие прям яркие нюрочки хорошенькие сиреневые это и хеверия кремти это адромискус купера вот такой лягушонок классничий у всех адромискусов молодые но у многих адромискусов по крайней мере молодые листики и красные красноватого цвета очень нарядные они так что тут у нас дальше вот эту махоньку и даже не знаю кто это что это за растение по всей видимости может быть мобина но не полидонис однозначно скорее всего мобина на это грабтоверия гилва рыженькая с краю вот такой горшочек едем дальше так вот это лесополоса ну в основном наверное из повторялок это все и хеверия блухер он голубая цапля вот эти все розетки а где мой пинцет вот он так это грабтоверия титу банс это их верия фиона дальше это мобина здесь мобина уже поярче чем на предыдущих но все зависит от количества света которое попадает на растение так это вот раз два ну два наверное здесь 1 2 3 3 розетки это херия мэнса не знаю дотянуть до взрослой мэнса в общем друзья самом центре красная это мэнса не полезу я коцать на лед очень мне неудобно потому что вот здесь вот лампа видите я уже над лампой как бы потому что у меня есть от лампы до верхней полки промежуток вот в этот промежуток я просунулась и снимаю вам мэнсу вот в центре красная это мэнса так это у нас пахифитум яйценосный это у нас пахифитум и блю мист ну они сейчас вообще рано говорить там вообще маханьки это их и верия швиана pink frills это их и верия суп коримбоза чего-то так темно стало ну вот красненькая суп коримбоза так вот это с красными кончиками хеверия куспидата куспидату сейчас покажу кстати куспидата наверное одна всего детка вот в центре розовая вот она вот это это куспидата огромная стала уже тесно и ужасно в этом горшке так ну и вот это и хеверия луэла луэле нужно очень много света для окрашивания и вот пока она не тянется то есть света ей не критично не хватает то есть если я не хватало света конкретно она бы была потягушкой она компактная поэтому мы видим что света ей хватает но вот для того чтобы нарастить ей окрас нужно ее поставить максимально под цвет так а вот эти я даже не знаю кто это ну наверное суп коримбоза вот это суп коримбоза точно вот это вот это даже не знаю кто на кого она похожа в общем пока на ни на кого не похожа говорю меня здесь очень много сп тех о которых я которых я еще не могу определить и вот сбоку еще вот рядом фионы растут из самого края и хеверия лилоцина все этот горшок разобрали и вот какие-то маханьки тоже смотрите вот с клювиками видно нет в общем вот они вот они кто это такие я не знаю ну какие-то прикольные с красными ногтями с маникюрчиком знаете в живую они поприкольнее чем на камеру вообще как-то оттенок потерялся кошмар но все следующий горшок ну там листья листья там еще как бы только зародыши там говорить не о чем вот здесь в углу смотрите какой яркий темно-темно-красный темно-вишневый это адромискус адромискус и . забыла название вставлю вот смотрите это просто ему очень хорошо дается освещение то есть много ему света но не знаю плохо снимается в вот так будет лучше короче видите какой он красный на самом деле он такой с красноватым оттенком но больше в зеленую сторону все равно а этот прям вообще необыкновенный такой темно-темное вот что значит редкий полив вот что значит забытое растение не сказала я что он прям максимально вялый но листики мягкие рядом торчит рыженькая грабтоверия гилва это тоже гилва это титу банс эту красу не помню опять же как зовут но обалденная красу вы посмотрите листья бархатные просто классная такая мягенькие мягенькие такие прям мягкие мягкие это вот седу вообще конечно в садиках очень красиво смотрится растение вот взять допустим отдельный участок ну детки да но какие они все разные какие не все яркие даже зеленый вот этот в центре смотрится прям обалденно кстати она краснеет вот эта красула краснеет коричневеет вот здесь пока у нее тыльная сторона листа красноватая у нее еще краснеет вот так кончики прикольно это растение так это детка адромискуса антидуркатум вот она так у нас тут дальше идет дальше у нас тут лесополоса титубанцев титубанцы кстати тоже вот в общей массе не смотрится обалденно точно так же как и вот этот седу грабта петалум мере на и такие мимишки очень красивые а вот это листья у меня была эхиверия красные листья без деток эхиверия сагар была она у меня рассыпалась тоже ей по ходу продула шею не она рассыпалась розетка сгнила и вот некоторые листья остались жить не стали прозрачными но и есть надежда что они дадут деток и вот я их тут разместил и не знаю есть тут чего или нет давайте посмотрим не знаю на корне есть ну деток по ходу нет у тебя маят прирос уже учу что а вот там есть деточка махонькая ладно я их сейчас ведь что их достала я их сейчас буду всех поливать ну и конечно же я его потом заткну а вот здесь торчит замаскировалась красула пиктурата точечная вот такая красотулька у нее точки на тыльность на внешней стороне листа тыльная сторона листа у нее красная о и смотрите ворсинки какие у нее на кончиках листа ворсинки но изумительная такая она кстати не вырастает большое это миниатюрное растение размер взрослой розетки но где-то сантиметров 5 максимум и на такая круглая но по типу их и хеверия на растет и точно так же как и хеверия на плодит деток вокруг себя то есть растет такой куртинкой прикольный но со временем она заполоняет горшок да но вот когда она сажается одиночкой она вот первый там год наверное первые полтора даже два года она смотрится как и хеверия ну классная то есть она будто в ствол не не растет она именно такая почва покровная стелющаяся красула в форме розетки ну и наверное последний горшок вот в этом видео вот этот растение тоже стоят на кухне и поэтому на некоторых наверное мы увидим крапинки ну вот так наверное лучше будет видно а так я тогда у меня рука будет занято вот так и пристроила короче поехали это титу банс это лимоненсис когда перечисляешь сразу много видов но какой-то ступор причем вот тут смотрю две то лимоненсис это дети из листа это от моей розетки мою розетку сейчас покажу ну ближе наверно не получится вот рыженькая рядом с дудлей белая дудлея в углу и рыженькая в центре к стене вот она вот это лимоненсис что-то там у меня на стене рыжие ну ладно это в центре эхиверия марум вот даже ли здесь еще не отсох прям такой крепкий крепкий это эхиверия милако это походу марум это черный принц это деби это титу банс это 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 сейчас 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 мы бина это пули донис это верона верону я вам показывала ставлю фотку мамку я вам показывала наверное уже не помню наверное в этом видео так это эхиверия амаена так это граб так это грабтоверия баенси вот она маленькая детка вот большая детка сейчас покажу вам мамку ну грабтоверия конечно вот это шикарная такие блестящие листья у нее цвет невероятный ну по детке сейчас ничего не скажешь потому что вот этот горшок у меня вообще практически не окрашенный он стоит лампа свет лампы на него вообще не попадает но так перчу кручу его иной раз ну хотя бы чтобы они равномерно тянулись вот но нет но я стараюсь как бы держать им форму но вот такой красоты вот у этой баенси как у мамки нет сейчас покажу мамку друзья ну как могу вообще она намного шикарней чем ее снимает сейчас камера потому что свет ламп дает всем какой-то розовый оттенок на самом деле она какая-то рыжеватая от сниму ее без к без света без ламп и вставлю фотку ее естественного цвета ну вот она не невероятно красивая вот она вот это растение а так а так наверное вообще ничего не я вообще даже не вижу что я снимаю надеюсь видно нет может быть и не видно наверное не видно ну вот вот по моему вот так чудо там попадает я стою на стуле на цепочках и телефон у меня поверх ламп поэтому все тут не мешается фун слезла так что у нас тут еще осталось интересного интересного у нас осталось здесь вот семейка пахифитум лиловатый с красными кончиками и с налетиком и это вот целиковое растение в продаже его нет не выставлено она потому что там нет места но вообще его можно купить в целом растением дербанить на детки не буду роз роз он очень долго года наверное два ему вот этому растению кремно-седум little джем вот сейчас он тоже классный листья у него такого как уфта бронзового не знаю оттенка уфта ли в кого не знаю с коричневинкой но когда ему достаточно света он будет весь бордово-коричневый вообще растение редко и красивые ну все из этого горшка все а вот еще хотела рассказать вот эти две деточки и хивери трампет пинки это детки из листа они уже не знаю по сколько месяцев ну больше четырех месяцев точно вот представляете как долго вот такие редкие виды дают деток как они долго развиваются то есть они зародились и листья родили деток но листья усохли и деткам стало питаться нечем а вот у таких видов очень часто корни не нарастают сразу вместе с листом то есть им когда материнский лист жив детка растет развивается питает сок из материнского листа как только лист засох и лист листу без корней питания нет и он погибает сохнет и соответственно начинают сохнуть детки вот эти детки сохли сохли уже не было надежды но вот появились у них корешочки совсем прям вообще там единичные маленькие не знаю видно нет вот один маленький тут есть и потом буду поливать как-нибудь засуну и вот здесь вот появились корешочки это очень долгий процесс ужасно долгий вот поэтому они дорогие что они во-первых редкие во вторых что они очень трудно выводимые так и что там еще у нас ну и наверное все из этого горшка пурпузорум красненькая горошинка вот эти а это наверно титубанс это я говорила ну и все наверное здесь все сина красула юнаньская тут махонькая совсем это фабиолка тоже с красными кончиками вот она все в общем на этом моменте я заканчиваю видео это что у нас за лист один корень да вот такие листья кстати часто очень встречаются это у нас а что это у нас за растение а это у на стран петки друзья это трампет пинки вот такие кстати листья часто бывают то есть лист вместо детки вот такой каудексный на рост дает и все то есть появляются вот такие шишки на ли на листьях это и не листья и не детки и не корни В общем, такие бугры нарастают, как опухоли, и все. Даже если есть корешки, то такой лист не жилец. Вот он уже наполовину засох, толка от него не будет. Но мы все равно его домурыжим до того момента, как он совсем засохнет. Вот с этой стороны видно, что тоже у него лезет корешок. Это не детка, а корешок с другой стороны лезет. Ну вот, а тут вот он уже, наверное, начал. Да нет, это просто потемнело от почвы, он пока еще не сгнил. Ну вот эта вот трубочка засохла. Ее можно, в принципе, даже оторвать. Ну ладно, пусть лежит, как лежал. Толка от него однозначно не будет. Ну все, друзья, на этом я заканчиваю видео свое. Будет еще третья часть. Всем спасибо за просмотр, всем здоровья и добра. Пока-пока.